Сидорова Лена Алексеевна. Доцент кафедры культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока России Северо-Восточного Федерального Университета. Автор многих публикаций и научных статей в российских и зарубежных изданиях. Участник международных симпозиумов и конференций по развитию культурных индустрии в регионах России по проблемам духовного и культурного развития коренных народов Севера, проблемам Арктики. Сфера научных интересов. Социология культуры, культурная идентичность, культурное разнообразие и толерантность, языковое разнообразие и лингвистический ландшафт, культура городов. Кандидат к культурологии. Здравствуйте! Сегодня наша лекция называется «Креативный город. Толерантность как основа креативности». Как вы поняли из названия лекции, мы будем говорить о креативных городах, мы будем говорить о толерантности и будем говорить о креативности. Все эти три термина, они, ну это такие понятия, которые пришли, наверное, в русский язык, ну, из другого языка. Это действительно научные термины. И тем не менее, некоторые из них вошли в наш обиход. Мы часто используем слово «креативность». Мы, может быть, реже говорим «креативный город», говоря о нашем городе. Но, может быть, сегодня к концу лекции мы попробуем разобраться, насколько можно наш город назвать креативным. Прежде всего, я бы хотела начать говорить о тех ученых, исследователях, которые ввели в оборот эти понятия «креативный город», «креативность», «креативная экономика». Но для этого было много причин. Они, прежде всего, связаны с экономичным кризисом. В 2000-е годы выходит несколько книг известных урбанистов, то есть исследователей городов. Почему эта наука стала так популярна? Потому что мы должны понимать, что мы сейчас живем в мире, большая часть населения которого живет в городах. Люди предпочитают жить в городах. Это и касается нашей республики. Где-то, если я не ошибусь, середины 70-х годов большая часть населения Якутии проживает в городах. Их у нас 11. Но всё же люди предпочитают жить в одном городе, который называется Якутск. Все предпочитают ехать сюда, в Якутск. И большая часть тех, кто живет в городе Якутске, по данным наших демографов Северо-Восточного федерального университета, по этим данным, большая часть населения, проживающего в городе Якутске, не родились в этом городе, они приехали сюда. То есть во всём мире наблюдается очень много таких процессов. Урбанизация, о которой я сказала, миграция населения, люди стали более подвижными, жизнь становится более динамичной, границы исчезают. В общем, происходит очень-очень много явлений, и в частности, ну не в частности, это такая важная причина, экономический кризис, который привел к тому, что, ну и в Соединенных Штатах прежде всего, стали приходить в упадок города, развитие которых, экономика которых была основана на промышленности. Ярким примером является город Чикаго в Соединенных Штатах Америки. Вот, может быть, живя в России, мы не все почувствовали это, вот, что, то, что происходило в экономике. Но в США, и в США это вылилось то, что появились исследователи, которые стали заниматься именно городами, не просто территориями, а именно городами. То есть что происходит в городах, как можно жить в городах, и поскольку стали приходить упадок, такие огромные пространства. Появились промышленные зоны, в которых люди не жили, и, тем не менее, вдруг они стали облагораживаться. И появились такие островки внутри городов, которые стали развиваться, и они стали центром развития городов. В 2001 году появляется книга Джона Хокинса, известного исследователя-урбаниста, на самом деле по образованию архитектор. И он стал изучать, как связано развитие экономики городов с креативностью, то есть способностью человека создавать что-то новое. Ну или способности населения, жителей создавать что-то новое. И он связал вот эту креативность с развитием городов. И вышла его книга в 2001 году. Кстати, Джон Хокинс по образованию архитектор, он не экономист, он архитектор. Тут может стоить сказать немножко об архитекторах. Архитектор – это, наверное, такая элита среди гуманитарной интеллигенции, потому что архитекторы – они и художники, архитекторы – они и проектировщики. И архитекторы – это те люди, которые умеют создавать новые пространства. Когда они что-то планируют, создают что-то новое, они всегда соизмеряют это с человеком. Чуть позже выходит книга американского исследователя городов Ричарда Флорида. И мы с вами будем говорить больше о Ричарде Флориде, его очень простой формуле, которая называется 3Т. Он также развивал идею креативного класса, креативных городов. И он говорил, что город может быть креативным и может быть отнесен к креативным городам, если там существует креативный класс. Прежде всего, они рассматривали под креативным классом техническую интеллигенцию и гуманитарную интеллигенцию. Это те, кто создаёт интеллектуальный капитал. Помимо научно-технической и гуманитарной интеллигенции, Флорида рассматривает ещё и вторую часть креативного класса. Это творческие работники. Это те работники, профессионалы, работники искусства, работники музеев, артисты, артисты балета, сотрудники музеев. Те, кто удовлетворяет культурные потребности. Итак, посмотрите, есть класс, которым нам понятен и привычен. Это те, кто удовлетворяет наши культурные потребности. И появляется ещё такое новое понятие – интеллектуальный капитал. Так вот, соединение всего этого места порождает две части интеллектуального класса, которые создает интеллектуальный капитал. А капитал – это то, что приносит, является постоянным источником. Тут можно долго говорить о понятии капитала. Ну, просто примем к сведению, что капитал – это всегда то, что приносит, не просто лежит как пассивно, это некий актив. Это то, что постоянно приносит какие-то доходы. Ещё тут нужно заметить, вернее вспомнить такое понятие, наверное, те, кто изучает экономику, хорошо знакомы с этим понятием, которое появилось, в принципе, недавно – человеческий капитал или человеческий ресурс. Действительно, это очень странно, вроде речь идёт об одних и тех же людях, работниках, сотрудниках. Вроде бы они физически никак не меняются, те же люди. Но в чём разница? Разница в отношении к сотрудникам, когда становится понятно, что при ограничении других ресурсов, например, ограничение территории, пространства, ограничение финансов, ограничение технических ресурсов. Единственный ресурс – неисчерпаемый, бесконечный, интереснейший, непредсказуемый источник инновации – это сами люди. Это человек, который, если создать ему хорошие условия, если он почувствует себя свободным, будет чувствовать себя комфортно, свободно, он может создавать и творить очень интересные вещи. Иногда даже он сам в это с трудом поверит. Я знаю одну девушку, ей 15 лет, она стала петь, и она иногда, когда поёт, она сама удивляется, говорит, откуда у меня такой голос. До 15 лет она не знала, что в ней есть такой мощный, красивый голос, который её даже не столько удивляет, а пугает. Но я к тому, что в каждом человеке есть такой ресурс, который мы сами, может быть, себе до конца не знаем. Вот эта идея человеческого ресурса, иное отношение к сотрудникам, к работникам, кризис, то, что люди стали переезжать в города, а город – это высокая плотность населения, конкурентность какая-то появляется. Всё это породило вот эту необходимость рассмотреть, что такое город, что такое креативный город, вообще как он может развиваться. Известно, что в 2000-е с этой проблемой столкнулся такой старинный европейский город, как Лондон. Это промышленный центр, в нём очень много было объектов, связанных с промышленностью, и отдельные объекты были заброшены. Так вот, в Лондоне была принята прямо специальная культурная политика Лондона. Политика была направлена на развитие креативных индустрий. В креативной индустрии существует много определений, что такое креативные индустрии. Иногда используют термин «креативная индустрия», но сейчас чаще говорят «креативные индустрии». Более простое понятие – это, наверное, можно сказать, креативные индустрии. В таком более упрощённом понимании – это бизнес в сфере культуры, искусства, в сфере творческих профессий. Это такое некое упрощённое понимание, скажем, креативных индустрий. Мы должны понимать, это такое очень простое определение, на самом деле креативные индустрии должны предполагать, что мы создаём какой-то новый продукт и превращаем его в культурный продукт, который можно продать. Это говорит о том, что нам помимо того, что мы будем создавать новые фильмы или новый продукт, новый контент, новый контент сайта, мы должны уметь это превращать в некий продукт, то есть иметь авторские права, патенты. И вот в таком случае этот продукт становится капиталом, он приносит доходы тому, кто его создал. Помимо Лондона, это столица мира, финансовая столица, куда многие стремятся, есть и другой пример зарубежных городов, который тоже является собой пример такой культурной столицы. Это город Орхус в Дании. Это второй город после столицы Дании, после Копенгагена, Орхус. Население его, кстати, примерно такое же, как в Якутии, в Якутске, где-то 300 тысяч человек примерно. И в 2017 году Орхус был признан культурной столицей Европы. Не Лондон, не Париж, а город, я думаю, название которого не каждый слышал. Орхус – это старинный город, в нем очень много университетов и в нем много молодежи, студенты. А это значит, что население этого города, примерно как и население города Якутска, оно состоит из тех, кто приехал. Те, кто приезжает из разных уголков страны, в данном случае Дании, это те, кто приносит совершенно другую культуру, другие ценности. Они вносят разнообразие в этот город. Город буквально рассвечивается. Город, в котором много студентов, это город, который вполне может стать креативным. Потому что это молодежь и, самое главное, молодежь из разных уголков страны. Вторая причина, по которой Орхус является креативной столицей Европы, там находится крупнейший музей современного искусства. Мне просто посчастливилось там быть. Я, кстати, сама не ожидала, потому что Орхус архитектура – это абсолютно средневековый город с кирпичными шпилями, такое высокие, высокие здания, узенькие улочки, типичный европейский город. Но в центре находится музей современного искусства, и он в хорошем смысле очень провокативный. Архитектура современная. На самой вершине его находится Rainbow Panorama. То есть панорама – это такой спектр. Архитектор создали такой коридор, который представляет собой спектр цвета, и вы идёте внутри этой панорамы, внутри этого коридора, и вы видите старинный европейский город, и в то же время вы находитесь в центре современного искусства. Там очень интересная архитектура, очень необычная. Например, там была экспозиция. Я подумал, что это очень похоже на Якутск. Вы заходите в комнату, а там сплошной туман. Идея в том, что вы ходите в этом тумане, он очень плотный, и там очень много людей. И буквально перед вами где-то полметра, и вырисовывается силуэт – это человек. И здесь на самом деле художник, который создал такую инсталляцию современную, вообще понимание границ своего «я». Это такой очень интересный арт-объект, эта комната вся сплошь в тумане. Я подумал, как похоже на наш Якутск, только у нас ещё плюс-минус 45. Но очень интересные, провокативные экспозиции, очень много интересных арт-объектов. И вот Орхус – это такой город динамичный. И вот действительно, не из-за этого музея, не потому что там живёт много молодых людей, этот город признан столицей культуры Европы, а потому что действительно сектор, который назван креативной экономикой, креативными индустриями, то есть производство фильмов, видео, музыкальных каких-то ивентов, событий. То есть очень много событий в области культуры и искусства, они приносят реальный доход. Это реальный доход, который вполне уже занял нишу продукции, которую производит этот город Орхус. Вот в креативной индустрии то, что люди сами пытаются делать, создавая мелкий бизнес, он вполне начинает конкурировать вполне традиционными отраслями экономики. Обычно всегда говорят, ну понятно, это США, это Европа, наверное, там есть возможности, но этих возможностей не так много, если мы живём в другой стране, мы удалены, у нас другие условия, но в принципе так оно и есть. И тем не менее, вот недавно у меня был разговор с одним профессором из Кореи, А как мы знаем, Англия, и Англия это страна, в которой развивается креативная индустрия, это такой лидер. И сейчас среди азиатских стран Корея тоже становится лидером по развитию креативных индустрий. Так вот, мы шли с ним по городу Якутску, и я задала ему простой вопрос. Якутск, вот вы здесь уже несколько дней, ну может быть этого достаточно, а может быть и нет. Является ли город Якутск креативным городом? Он говорит, конечно, да. Я говорю, ну как может быть креативным городом, городом, в котором не очень инфраструктура может быть хорошая, если пойти подальше от центра города, или большой процент населения, которые мало обеспечены? Ну, хотя бы взять два таких фактора, да. Благоустройство города и то, что большая часть населения относится к малообеспеченным, ну или так, к среднеобеспеченному населению. Тем не менее, он говорит, да, конечно, можно отнести такие города с бедным населением, их можно отнести к креативным городам. То есть они могут быть креативными городами. Креативность – это просто как бы ресурс, это инструмент для развития экономики. И одним из главных факторов или причин, или возможностей того, чтобы город стал креативным, он назвал многообразие. Эта идея, кстати, Ричарда Флорида – это многообразие. Это то, что мы иногда не воспринимаем как ресурс. И теперь возвращаясь к Ричарду Флорида, к его формуле. Эта формула очень простая и называется она 3Т. 3Т – талант, технология и толерантность. Что касается толерантности, ее чаще всего переводят как терпимость. Но толерантность, скорее всего, способность воспринимать, способность понимать. Это не значит, когда вы видите, что человек отличается от вас чем-то, и вы терпите, поскольку вы воспитанный человек. На самом деле, это способность, это какой-то талант быть открытым, восприимчивым и понимать человека другой расы, другой веры, другой религии, другого этноса, другой культуры, другого языка. Это то, что называется толерантностью. Так вот, оказывается, толерантность – это тоже один из параметров, который влияет на то, чтобы этот город мог стать креативным. Я думаю, тогда я поняла своего профессора из Кореи, с которым мы ходили по городу, потому что мы были с ним в совершенно разных, у нас было множество встреч с разными возрастными группами, люди совершенно разные, занимаются разными видами деятельности, абсолютно разный возраст. Но что их объединяет? Они открытые, они очень восприимчивые. У нас есть такое качество, как сахалар сонум сахтар. Якуты любят всё новенькое, новости, всё очень новое. Так вот, в принципе, это тоже можно рассматривать как некое качество северян, тех, кто живёт на удалении, в климате, где очень долгая зима. Это, наверное, можно рассматривать тоже как некую черту, которая, наверное, способствует креативности. Итак, 3Т – Ричард Флорида, 3Т – талант, технология и толерантность. В городах России был рассчитан индекс креативности, очень интересный индекс. Методика основывалась на теории Ричарда Флорида, на этих 3Т – талант, технология и толерантность. И всё исследование было разделено на 5 разделов. Первый раздел называется «Люди». Я обратила внимание на этот раздел, и в этом разделе «Люди», вернее блок «Люди», и в этом блоке есть раздел «Открытость». Так вот, оказывается, в этом разделе «Открытость» приведены данные и определение того, насколько разнообразна культура и, в частности, насколько в городе представлены религии. Потому что терпимость, открытость к разнообразию религиозному – это тоже один из ресурсов креативности, то есть это, вернее, индикатор креативности. В нашем городе много религиозных организаций, в основном они появились в 90-е годы, когда был принят закон о свободе совести и религиозных объединениях. В нашем городе есть много организаций православия. В 2011 году была зарегистрирована религиозная организация «Ар-Аи и Тегале». Есть организация буддизма, вы знаете, у нас есть Датсан, есть организация ислама, есть организации протестантизма. Организация протестантизма, в них церкви евангельских христиан-баптистов, церковь адвенцистов седьмого дня, свидетели Иеговы, и община новоапостольской церкви длительное время существовала в городе. Хотя они не столь явлены, может быть, в архитектуре и в культурном пространстве города, тем не менее, они есть, работают. И когда я занималась, поскольку это мое исследование, я ходила с исследований протестантской организации, тут нужно, конечно, иметь в виду, говоря о толерантности, в каждой культуре есть своя модель толерантности. Есть вещи, которые вполне нормальными являются или приемлемыми, допустим, в американской культуре, но в нашей культуре совершенно неприемлемы. Я имею в виду, допустим, какие-то меньшинства. Религиозное разнообразие тоже является неким индикатором открытости и терпимости населения. И оно является неким тоже источником креативности. То есть оно создает среду, в которой люди, которые живут в этом городе, могут чувствовать себя свободными и реализовывать тот потенциал, те свои способности, которые они имеют. Потому что креативный город – это город, в котором живут люди, и созданы условия для того, чтобы эти люди проявили свою креативность. Итак, самый главный вывод, который мы должны сделать. Культурное многообразие – это ресурс, это источник свободы, открытости, креативности, и не надо бояться многообразия. Конечно, придерживаются тех рамок толерантности, которые у нас есть. У кого есть вопросы, я постараюсь ответить. На мой взгляд, толерантность как критерий и показатель креативности больше подходит для больших городов, чем для таких маленьких, как наш город. Дело в том, что миграционные процессы, которые проходят сейчас в Европе, они в основном и во многом возникли как раз из той толерантности, которая присуща этим городам. Это во-первых. И во-вторых, если мы говорим о креативных индустриях, то для нашего города, нашего региона, возможно, 3МТ будет именно традиционность, потому что мы интересны именно своей уникальностью для остального мира. И если люди будут приезжать к нам и покупать нашу продукцию, она будет основана именно на интересе к нашей традиционной культуре. Вообще, европейские города по численности очень небольшие и несоизмеримы. Если рассматривать население города как ресурс, то оно вполне соизмеримо. Ну, там другие традиции, я соглашусь с вами. Да, это стоит, наверное, учесть. Что касается... Наверное, вы сейчас какую-то новую форму создали, 4Т. Прибавить туда традиции. Традиции, безусловно. И, наверное, еще наши условия, в которых мы живем, ну, в частности, такой ресурс природный, который может стать и культурным контентом, это, например, холод, климат, удаленность и традиции, конечно, безусловно. Скажите, пожалуйста, а какую долю креативная экономика может занимать в национальной экономике? Есть ли такие данные? Что касается данных, допустим, по Якутску или по Якутии, то у меня этих данных нет. Но если приводить данные, допустим, по некоторым таким городам, которые представляют собой креативные города, такие уже более продвинутые, то это Орхус, там примерно порядка 15%, если не ошибаюсь. Я к тому, что, конечно, мы можем много говорить о том, что мы живем в креативном городе, как все прекрасно и замечательно. Действительно, это реально измеряется в тысячах, там, миллионах рублей. Это измеряется в денежном выражении. И, конечно, нужно знать эти данные, эти показатели. И, в принципе, попытка это исчислить, это одна из очень интересных тем, которым могут заняться экономисты, которые занимаются городом. Это очень интересные темы. И что касается реальных креативных индустрий в городе Якутске, я могу привести там совсем мало примеров. В реальности так оно и есть. Но на самом деле, если просто оглянуться в ближайшем окружении, можно обнаружить много людей всех возрастов. Не надо думать, что это только молодежь. Всех возрастов. Люди очень талантливые, очень способные, и они хотят что-то создавать. Впрочем, как и везде. И вот это то, что нужно использовать. Рейтинг креативных городов в России. По данным этого исследования, конечно, в этом рейтинге из 16 городов, вначале было 9, потом стало чуть больше, в этом рейтинге первое место занимает город Москва, потом идет Санкт-Петербург, и третье место занимает город Казань. Это очень интересный город с очень разнообразной культурной и религиозной жизнью. Из 16 этих городов нижнюю строчку занимает Омск. Но были выбраны города. Всего лишь 16 городов. Очень интересное исследование. И может когда-то выйти исследование. Ну и мы сами должны это инициировать и делать. Будет и город Якутск. Какие профессии востребованы в креативных городах? Правильный вопрос для молодого человека. Это профессии, которые связаны с интеллектуальным трудом. Это значит, если вы будете программистом, инженером, если вы будете заниматься чем-то в сфере творчества, искусства, то, конечно, вы по определению Флорида, по определению, кто относится к креативному классу, и вы туда попадаете. Но надо иметь в виду, вопрос, конечно, хороший, потому что креативность это вообще способность человека, это свойство человека творить, создавать что-то необычное, новое. Продолжим вопрос о кадрах, о ценностных кадрах. Как будут создаваться рабочие места и как это будет влиять на экономические ресурсы? Когда мы говорим о подготовке кадров, и вы, наверное, сейчас задумываетесь над тем, какую профессию выбрать, а для этого надо выбрать, куда идти. Учиться нужно иметь в виду, что образовательная система, существующая сейчас, она, говоря, ну, не знаю, жаргоном, как бы заточена на наемный труд, на тот лист профессии, который существует, который уже разработан, и на те рабочие места, которые существуют. Креативный класс, люди в креативной экономике это те люди, которые сами создают рабочие места. И у нас примеры этому есть. Это уже такой хрестоматийный пример братьев Ушницких, о которых часто говорят. это люди, которые создали рабочие места. И будущее экономики в том, чтобы не пытаться, как вы знаете, в игре, где стоят пять стульев, и забегает, играет шесть человек, стоят пять стульев. Кто успеет сесть на места вот этих вот наемной работы? Человек будущего, молодой человек, это человек, который должен иметь в виду, что он должен сам постараться создать что-то новое. Это человек инновационный. И следствием этого должно стать и создание рабочего места, в том числе и своего прежде. Креативность города, она также зависит от уличной культуры. И вот как в нашем городе можно развивать уличную культуру? У нас в городе Якутске, я думаю, что она потихоньку начинает формироваться, она есть, и есть такие смелые ребята. Но это очень многое зависит не столько от ребят, от их смелости, такой уверенности. Это многое зависит от того, что относится, кстати, в этом исследовании шло таким отдельным разделом, называется власть. Это зависит от того, как к этому относятся местные власти, насколько они готовы поддерживать таких ребят, такие формы выражения или попытки зарабатывать и создавать некий колорит этого города. Это во многом зависит от местных властей. Насколько они понимают, что это. И насколько они готовы поддерживать. И не просто поддерживать, а под это должны быть какие-то определенные принятые нормативные документы. Такая вот называется нормативная база. То есть это должно быть все поддерживаться, и юридически, экономически, ну и одобряться социально. Тут затрагивали вопрос по рейтингу креативных городов в России. А по каким критериям это определялось? Какие направления развиты у нас здесь, в Якутске, если мы являемся все-таки перспективным городом с креативной экономикой, скажем так? Ну что касается этого исследования, там было пять разделов, и в принципе результаты этого исследования они там представлены, поэтому с ними можно ознакомиться. Меня заинтересовало только один блок, называется он «Люди», там пять разделов. называются они там «Власть», «Бренды», ну пять таких направлений исследований, и там очень много показателей, индикаторов. Я хочу сказать, что креативный город с креативной экономикой это город, в котором развито предпринимательство в области искусства и культуры, и это предпринимательство не ограничивается только производством продукции, оно должно оформляться в виде торговых марок, патентов и представлять собой интеллектуальный капитал, потребности, например, просто интеллектуальный вызов. То есть создать что-то новое, и затем этот новый культурный контент превратить в продукт, сделать его капиталом, чтобы он приносил постоянные доходы. То есть здесь нужно перейти, на самом деле, от производства культурного продукта нужно переходить в область авторских прав, как превратить его в ресурс. И тогда он становится продуктом в области культуры креативной. Я ответила только одной из сторон города Якутска, как города, который имеет среду, на мой взгляд, формирующуюся среду креативного города. Это все, что я хотела вам сказать. Та идея, которую я хотела до вас донести. Спасибо вам большое за внимание. И самое главное, что мы должны понимать, что действительно многообразие является ресурсом креативности. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok